Приветствую вас, друзья! Сегодня мы с вами будем говорить на очень чувствительную для российской экономики тему и для нас с вами. Мы будем с вами говорить о ценах на бензин. И в принципе в рамках этого канала мы уже многократно говорили на эту тему. И наверное даже уже плейлист можно открывать. Но все-таки это очень важно следить за этой тематикой, потому что это оказывает влияние и на инфляцию, и на экономику в том числе, и на курс рубля, и вообще на все наши финансовые инструменты. Почему? Да потому что высокие цены на бензин, рост цен на бензин, так либо иначе перетекают в рост цен на практически все товары и услуги. И именно по этой причине, когда дико растут цены на бензин, власти принимают все меры, популярные и непопулярные, только лишь для того, чтобы остановить этот безудержный рост. И чаще всего получается с разными успехами, но тем не менее. Сегодня мы посмотрим, как дела обстоят на эту тему сейчас в российской экономике, и попробуем сделать выводы, чего стоит ожидать. Начнем с того, что ремонт установки каталитического крекинга на Нижегородском НПЗ в Норсе, которое числится за лукойлом, оказался невозможным из-за санкций. Об этом утверждают риэлторсы. Что это значит? Это значит, что четвертый в России, на секундочку, 17 миллионов тонн нефти в год производит НПЗ, в обозримом будущем будет работать на пониженной мощности. Таким образом, внутренний рынок может лишиться примерно 200 тысяч тонн бензина в месяц или 5% всего производства. А лукойл, соответственно, может потерять около 100 миллионов долларов в месяц прибыли. Причем авария произошла не недавно. Авария произошла в начале года, и я даже уже выпускал шортс на этом канале именно на эту тему. Одна из установок крекинга. Там сломался компрессор, и завод сократил производство бензина на 40%. И проблема в том, что запчасти для ремонта, а главный специалист, есть возможность найти только у американской UOP, которая ушла, по большому счету, из России после начала СВО. Причем проблема общая отраслевая. Потому что все 40 крупнейших НПЗ России зависят именно от оборудования, либо вот этого UOP, либо шведской ABB. И, как говорят более десятка опрошенных экспертов, тоже Reuters в области нефтепереработки. ABB тоже прекратила принимать новые заказы с начала СВО, а сейчас дорабатывает в России по старым контрактам, после чего тоже покинет, скорее всего, страну. Теоретически замену можно найти и в Китае. И лукойл этим уже предметно занимается. Опять же, по сообщениям источников Reuters. Однако, такой вариант неизбежно будет долгим и сложным, поскольку де-факто потребует замены крупной, дорогой установки. При этом Александр Новак на прошлом заседании выразил надежду, что оборудование все-таки восстановят в России за месяц-два. Но реалистичность этой оценки неизвестна. Ну и, как мы сами понимаем, еще с января ничего не решили, сейчас подвижек в этом направлении тоже нет. Почему это важно? Дело в том, что последние недели западные СМИ одно за другим пишут, что Украине таки удалось нащупать уязвимое место в российской экономике. Причем последняя атака на НПЗ, которая сейчас на Танека, НПЗ Танека в Нижнекамске, показала, что под ударом находится практически вся европейская территория страны. Впоследствии нападений в первом квартале вывало уже около 14% мощностей. Об этом пишет тот же самый Reuters. А в случае с Норси к поломке установки крекинга добавился еще и ущерб от еще одной атаки в марте на установку первичной переработки. Результатом этого станет снижение экспорта относительно дорогого российского топлива и роста экспорта нефти. И действительно, вспоминайте, совсем недавно мы выпускали видеоролик о серьезных прибылях с продажи нефтегазового сектора. 1,3 трлн за март было. Это произошло в том числе, потому что много сырой нефти идет как раз таки на экспорт. И отсюда прибыль. Дорогой бензин уходит все меньше и меньше. Почему? Потому что попросту запрещен экспорт. По экспортоориентированному дизтопливу у российских НПЗ еще есть какие-то запасы. А вот как раз таки по бензину отрасль выходит уже примерно на ноль, даже с учетом этого самого запрета на экспорт. На прошлой неделе стало известно об росте импорта бензина из Белоруссии, что по большому счету ничего хорошего не сулит. Что дальше? Российские НПЗ все еще могут маневрировать выпуском. Но уверенного профицита бензина в ближайший месяц не будет просто по балансным соображениям. Впереди все-таки, как ни крути, большие полевые работы и рост спроса, сезонный летний рост спроса на бензин, и все это надо как-то покрыть. В последнюю неделю марта производство бензина в недельном выражении выросло на 2,7%. Но за весь месяц оно упало на 4%. Устройство российского топливного рынка и ручное регулирование социально-очувствительных цен не позволяет сделать так, что на рознице цена на бензин резко вырастет вслед за оптовыми ценами. Но все-таки биржевые цены на 92-й, например, с начала этого года выросли с отметки 39,797 рублей за тонну до уровня в 54,403 рубля за тонну. Еще больше показал рост 95-й бензин. Здесь в начале года мы видели с вами порядка 42 тысяч за тонну, а уже в последние дни это 65 тысяч за тонну. В общем, что имеем в сухом остатке? Тенденция роста цен на топливо налицо. Поводов прекращать атаки на российские НПЗ, как вы понимаете, не стало меньше. А решений, ну вот помимо запрета на экспорт и импорт, как минимум пока нет. Ну и тоже, да, к импорту большие вопросы. Тут сразу же вспоминается решение импортировать турецкие яйца, которые у них дороже, чем у нас на внутреннем рынке. Поэтому эффект, как вы понимаете, оказался такой себе. Здесь эффект может оказаться ровно таким же. Поэтому пока все складывается таким образом, что цены на бензин находятся под высоким риском, а значит и инфляция тоже находится под высоким риском. И с этим надо что-то решать. Пока вопросов здесь, пока решения уверенных, на мой взгляд, нет. Что вы думаете на этот счет? Пишите, пожалуйста, в комментарии. С удовольствием все это почитаю. До свидания. Продолжение следует...